Здравствуйте на государственном телеканале Западной Армении. Очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Остров Ванн Ахтамар готовится к религиозной церемонии. Передавая будет обеспечена круглосуточной питьевой водой. В селе Картикам Джавахка строится новая амбулатория. США обуражают новыми санкциями против вырона. Китай и США договорились возобновить торговые переговоры в октябре. В Китарии подземный город был обнаружен. Слушая комитаса, в Европе встают на ноги. Подготовительная работа к ритуалу, который состоится в церкви острова Ахтамар, Западная Армения набирает обороты. Поскольку работа 8 сентября продолжается, соответствующие учреждения, находящиеся под юрисдикцией муниципалитета Вана, проводят подготовительные исследования и поручают им делать все правильно и тщательно, чтобы избежать любой неприятной ситуации. Согласно совместному протоколу Министерства культуры и туризма, это седьмой армянский религиозный ритуал был в 2010 году. По соображениям, безопасности армянский ритуал не проводится уже три года. Передовая будет обеспечена круглосуточной питьевой водой. В этом году были проведены значительные строительные работы на передовой, которые все еще продолжаются. Как передает корреспондент Арцах Пресс, об этом заявил министр градостроительства Карен Шахраманян на пресс-конференции 4 сентября и добавил, что они в основном связаны с прокладкой оптоволоконных кабелей и строительством дорог. Кроме того, Министерство градостроительства Республики разработало и представило президенту Республики проект обеспечения круглосуточной питьевой водой все подразделения передовой. По словам министра, они уже начали воплощать в жизнь этот проект. В селе Картикамах Лакелаксового муниципалитета начались работы по строительству новой амбулатории. Тендер на строительство выиграла твилийская компания ООО «Овал» на сумму 81 тысячу лари. Компания начала работы 4 сентября. Проводятся работы по строительству основы здания. Новая амбулатория строится в центре села возле Дома культуры. По словам представителей компании, строительные работы продлятся минимум два месяца. В целом, в 2019 году в Ахалкелаксском муниципалитете будут построены 4 амбулатории, 6 будут отремонтированы. Высокопоставленный американский чиновник исключил возможность освобождения от санкций против Ирана в связи с представлением стране кредитной линии в 15 миллиардов долларов, которую предложила Франция передает АФЭП. «Мы привержены компании максимального давления и не стремимся предоставлять какие-либо исключения от санкций», заявил журналистом координатор Госдепартамента по Ирану Брайан Хук. Китай и Соединенные Штаты договорились о возобновлении переговоров по существующим между ними торговым проблемам в начале октября в Вашингтоне, как передает Армен Пресс со ссылкой на interfax.ru. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР в четверг. Стороны согласились провести 13-й раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в начале октября в Вашингтоне, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. А в нем отмечается, что договоренность была достигнута в ходе состоявшейся по инициативе американской стороны и телефонной беседы главного китайского переговорщика, вице-премьера госсовета Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лейдхайзером и министром финансов США Стивеном Ночиным. В провинции Иджису, Кесария, Западная Армения сборщики винограда случайно обнаружили подземный город. Двухэтажный подземный город состоит из комнат с пещерными гробницами. Сельские жители, которые приезжают на сбор винограда, встречают двух чиновников в пещере и информируют их в муниципалитете. Исследование показало, что область, известная среди жителей как пещера, на самом деле представляет собой двухэтажный подземный город. Это открытие вызвало большую активность в провинции, где жили армяне и греки. Исторически старый город состоит из разных комнат и входов вглубь. Подземный город и пещерные могилы, к сожалению, были атакованы ворами и разрушены. Газета «Хайстаньханра Петутюм» пишет, что национальный квартет имени Комитаса по случаю 95-летия своего образования и 150-летия со дня рождения Комитаса в Москве в сентябре представят большой концертный проект. В рамках учебных программ в сентябре и октябре квартет выступит также в Арцахе и в ряде областей Армении. Иногда даже удивляюсь, как можно не знать язык, не понимать, не знать даже нашу историю, но слушая весну, вставать на ноги. Объяснить, что это такое, трудно, потому что это искусство, которое чувствуют люди. Сколько бы ты ни писал или объяснял, все равно это необъяснимо. «Человек либо чувствует искусство, либо нет. Европейский зритель, который, кажется, должен был быть холодным, доказала совсем обратное. Я говорю это с удивлением, Комитас востребован ими», отметил директор национального квартета имени Комитаса Самвел Месрупян. Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Комитас Гарана. Комитас Гарана. Комитас Гарана. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Комитас Гарана. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...